Здравствуйте. Существуют такие радиоприемники, которые предназначены не для приема радиовещания широковещательных станций, а для приема радиосвязных сигналов. Кто-то называет такие приемники сканирующими, сканерами, связными приемниками, кто-то их просто радиоприемниками называет широкополосными. В общем, приемники предназначены не для прослушивания радиовещания. Радиосвязные приемники так скажем. Бывают они кратковолновые, бывают УКВ диапазона, бывают переносные, стационарные, автомобильные, бывают совмещенные, в которых все сразу и КВ и УКВ очень широкополосные. И вот об одном из таких приемников, очень широкополосном приемнике AOR 8200 МК3 я хочу рассказать вам об этом видео. Работает приемник в диапазоне частот аж от 500 кГц до 3 ГГц. Вернее даже не от 500 кГц, а от 100 кГц, но просто ниже 500 его параметры не очень гарантируются так скажем. Приемник AOR 8200 МК3. Сначала выпускалась такая же модель, но работающая в диапазоне частот до 2 ГГц и не имела в своем названии букв МК3, а просто AOR 8200. Выпускалась она в 1998-99 годах, потом очень быстро ей на смену пришла модель МК2, а потом и МК3, уже которая стала последней моделью в этой серии. И выпускалась она достаточно долго, лет 10. Точных данных до какого года она производилась у меня нет. Как вы уже поняли приемник этот носимый или переносной, с автономным батарейным питанием и несмотря на это работает в таком широком диапазоне частот и во всех видах модуляции. То есть можно включить любую модуляцию на любой частоте. Модуляция есть соответственно частотная, частотная, широкая для приема радиовещания, телевизионного сопровождения или еще каких-то передатчиков широкополосных, узкая. Узких кстати тоже есть две, обычная и очень узкая. Точно также есть амплитудная модуляция, которая тоже может работать в трех режимах с тремя полосами пропускания. Естественно есть верхняя, нижняя, боковая и даже есть телеграф. И хоть это совсем и не потребуется никогда в реальной жизни, и даже это абсурдно, но чтобы показать возможности такого приемника, можно включить любую модуляцию на любой частоте. Например, на 500 кГц можно включить White FM, а на 3 ГГц включить однополосную модуляцию. То есть приемник очень универсальный, никаких ограничений, типа как в радиолюбительской аппаратуре, что работает только на каких-то частотах, нет, работает везде сплошной диапазон, сплошное перекрытие. Приемник этот построен, конечно же, по классической аналоговой архитектуре супергетеродин с несколькими преобразованиями частоты, но схема его при этом достаточно сложная. Количество промежуточных частот и значение их разные в зависимости от диапазона частот. В одних диапазонах частот, в нижних естественно, включается первая ПЧ 45 МГц, а в более высоких диапазонах первая ПЧ может быть 243 или 754 МГц. При этом есть, естественно, последующие преобразования частоты. Никакой оцифровки, никаких цифровых обработок, естественно, нет. В то время их еще не делали. Приемник этот переносной и не предназначен для подключения высокоэффективной стационарной антенны, установленной где-то высоко в крупном населенном пункте, так как он будет перегружаться. Но все-таки входные цепи его сделаны не совсем упрощенными. По входу есть 10 диапазонных полосовых фильтров, переключаемых в зависимости от рабочей частоты. Мало того, в самом перегруженном участке диапазона VHF эти входные цепи еще и перестраиваются по частоте с помощью варикапов. VHF диапазон разбит на два поддиапазона 75 по 118 МГц, то есть куда попадает вещательный диапазон и нижняя часть айрбенда, и 118-174. В обоих этих поддиапазонах есть перестраиваемые с помощью варикапов при селекторе. Остальные фильтры на остальные части диапазона уже не перестраиваются. Питание приемника осуществляется либо от 4 аккумуляторов АА, устанавливаемых под заднюю крышку, либо от внешнего источника 12 вольт, подключаемого к разъему на боковой стенке под резиновой заглушкой. При подключении внешнего источника 12 вольт происходит зарядка аккумуляторов просто через ограничительный резистор. При этом никакого контроля процесса заряда нет. Вот такая архитектура 90-х годов. Поэтому учитывайте это, если питаете приемник от внешнего источника, аккумуляторы желательно извлекать, так как они у вас перезаряются, если долго будете питать от внешнего источника. Потребляет приемник при работе достаточно много, до 200 мА, и поэтому 4 аккумуляторов хватает ненадолго, всего на несколько часов работы. Также на боковой стенке есть еще разъем 3,5 мм для подключения наушников или внешнего громкоговорителя. Громкоговоритель звучит внешне достаточно громко с этим приемником. И также есть разъем на боковой стенке рядом с разъемом питания, тоже под резиновой заглушкой, для подключения компьютера, кат интерфейса, управления с помощью компьютера, с помощью специальных программ этим приемником. Антенный разъем это обычный BNC. В комплекте с приемником идет вот такая вот телескопическая антенна с одним шарниром. Внизу вот так вот она складывается. Либо можно подключать какие-то другие диапазонные антенны. И еще на нижней части корпуса есть крышка, под которой находится разъем, вернее гнездо, слот для установки карт расширения. Существует к этому приемнику несколько различных карт расширения, которые можно устанавливать, к сожалению, только по одной. Есть карта расширения, которая позволяет декодировать субтоны, то есть встроенной функции декодирования субтонов нет. Есть карта расширения с инверсией спектра, чтобы простейший скрэмблер инверсный декодировать и слушать с помощью этого приемника. Есть еще разные дополнительные карты. В общем-то, все эти функции можно было бы сделать внутри приемника, а не с помощью внешних карт подключаемых. Тем более карты можно установить только одну, к сожалению, в один момент времени. Но вот приемник тех времен тогда делали еще так, и эти функции не были встроенными. Для приема в средневолновом диапазоне и в нижней части коротких волн в комплекте с приемником дается еще магнитная антенна. Это антенна внешняя. Вот такая вот пластмассовая конструкция с разъемом устанавливается в гнездо. На верхней части корпуса приемника под специальную крышку. Отдвигаем крышку и вот таким вот образом устанавливаем туда эту антенну. Антенна на приемнике установлена выглядит таким образом. Чувствительность, конечно, не очень высокая получается с такой антенной, но как и с любой другой магнитной антенной. Тем более эта магнитная антенна еще и очень маленькая. Новый автосервис евро грузовиков и полуприцепов желает вам доброй дороги. Оказываем весь сектор услуг по ремонту европейской техники. В отличие от привычных всем радиостанций, у приемников специализированных пользовательский интерфейс немного отличается. В радиостанциях обычно есть канальный и частотный режим, в приемниках же обычно есть режим поиска, режим сканирования. И тоже может быть частотный режим, то есть режим VFO. Чаще всего в приемниках AOR именно так и сделано. Есть режим поиска, это когда происходит поиск от одной частоты до другой. Режим сканирования, это когда происходит перебор ячеек памяти с заранее записанными частотами. И есть режим VFO, когда приемник находится на одной частоте, которую можно прямо непосредственно ввести с клавиатуры или которую можно изменять с помощью валкода или каких-то кнопок с выбранным пользователем шагом. Три эти режима основные включаются на этом приемнике тремя кнопками. Есть отдельные три кнопки над цифровой клавиатурой, которые как раз и включают какой из этих трех режимов работает. Кнопки так и называются поиск, сёч, скан, сканирование и VFO. В режиме VFO доступно нам два VFO, два счетчика частоты, первый и второй. Ну а весь пользовательский интерфейс приемника состоит, как вы уже поняли, из клавиатуры на передней панели. На ней есть цифровые клавиши для прямого ввода частоты и также все эти кнопки выполняют еще и другие функции, которые вызываются нажатием кнопки F на боковой стенке приемника. Есть дисплей монохромный, графический, на котором разными шрифтами, разными буквами, цифрами обозначаются режимы работы. И на боковой стенке приемника есть еще много органов управления. Там, где обычно у радиостанции, у носимых, переносных, располагается кнопка ПТТ. Это приемник, здесь естественно такой кнопки нет, но зато там есть кнопка F, как я вам уже сказал. Там есть валкодер очень маленький, который можно одним пальцем вращать и этот же валкодер еще и нажимается, то есть выполняет функции кнопки. Здесь же есть четырехпозиционный джойстик, то есть такая кнопка, которую можно нажимать в четыре стороны. Очень легко нажимается, очень легко можно случайно задеть. И есть еще кнопка монитор принудительного открытия шумоподавителя и очень маленькая кнопочка Key Lock блокировки клавиатуры. На верхней стороне корпуса есть два аналоговых регулятора, не совмещенный с выключателем питания. Регулятор громкости обычный аналоговый и ручка регулировки шумоподавителя. Питание включается отдельной кнопкой на передней панели долгим ее удерживанием. Очень удобно, громкость не надо при этом какую-то нарушать. Какую мы выставили, такую оставляем. Питание выключаем отдельной кнопочкой. Количество ячеек памяти в этом приемнике для режима сканирования, то есть когда приемник перебирает частоты по списку, а не просматривает участки диапазонов в определенных границах, равно 1000. Причем эти ячейки организованы в 20 банков по 50 ячейк в каждом банке. Каждый банк имеет свой номер в виде буквы латинского алфавита A, B, C, D и так далее. За главными буквами и маленькими это раздельные банки. Приемник может сканировать как один банк, так и несколько произвольных банков, если их объединить в группу сканирования. Для режима поиска, то есть когда приемник ищет активность в определенном участке частот, в определенном диапазоне, в этом приемнике можно описать 40 диапазонов, они точно также имеют номера в виде букв латинского алфавита, и диапазоны сканирования, и банки для режима поиска пользователь может назвать своими какими-то именами символными из нескольких букв. Также приемник может работать на поиск в режим VFO, при этом он будет сканировать участок диапазона, описанные двумя частотами в VFO A и VFO B. И для такого режима поиска, и для обычного режима поиска, когда приемник ищет в диапазонах описанных для поисков, в одном из 40 диапазонов, есть по 50 ячеек памяти, в которой записываются частоты исключений, то есть частоты, на которых, например, есть постоянная активность и не нужно, чтобы приемник обращал внимание на эти частоты. Как вы понимаете, приемник очень многофункциональный, и конечно же возможности пользовательского интерфейса, различных режимов работы очень много, все они описаны подробно в инструкции, а я в этом видео рассказываю только основные возможности приемника. ... ... ... ... ... Кроме режима обычного поиска по частоте с установленным шагом или сканирования, в приемнике есть режим панорамного индикатора. В этом режиме приемник показывает график уровней сигнала в полосе частот. Ширину полосы обзора и центральную частоту можно менять кнопками на боковой стенке. Конечно же работа панорамного индикатора в этом приемнике не сравнится с современными ДСП приемниками, где отображение происходит в реальном времени, но в 90-е годы так панорама делалась во многих радиостанциях и приемниках. Максимальная скорость сканирования во всех режимах 37 скачков в секунду. Конечно приемник с таким диапазоном частот и со всеми видами модуляции можно искать приемник на все случаи жизни. Можно на него и КВ послушать в однополосной модуляции, и УКВ, удобно очень организованная система поиска, сканирования, можно искать какие-то разные сигнальчики в эфире. Далеко не каждый носимый УКВ приемник, который предназначен именно для приема УКВ сигналов невещательных, различные юнидены и так далее. Далеко не каждый имеет кратковолновый диапазон, я бы так сказал большинство как раз не имеет, а в этом приемнике есть полноценный КВ диапазон с очень маленьким шагом перестройки, с однополосной модуляцией. Все по-честному, все работает. На УКВ диапазоне конечно же он не предназначен для подключения каких-то больших высокоэффективных антенн с большими сигналами, с них, приходящими на вход приемника, но хоть как-то, хоть как-то он справляется, особенно на двухметровом диапазоне, благодаря тому, что есть в нем перестраиваемый входной фильтр преселектор, который варикапами подстраивается в соответствии с установленной частотой. Хоть как-то это помогает ему работать. То, что я вам показывал прием сигналов с помощью этого приемника на антенну дискоконус, конечно же приемнику этому помогали различные фильтры внешние, которые у меня были подключены между антенной и приемником. Пользовательский интерфейс конечно очень-очень развитый, можно настроить, можно сделать все что угодно на этом приемнике, можно очень удобно искать какие-то сигналы в эфире или оперативно отслеживать заранее известные частоты. Все очень удобно, все можно сделать как вам хочется. На первый взгляд интерфейс может показаться сложным, особенно если у вас не было никогда приемников, а были только радиостанции, то покажется очень сложным. Но дело в том, что просто сам по себе приемник очень многофункциональный, и все эти функции разместить в простом интерфейсе, как у профессиональной радиостанции с одной переключалкой каналов, конечно же невозможно. Поэтому интерфейс сложный не потому что приемник плохой, а потому что очень много функций. И с непривычки покажется этот интерфейс сложным, но когда вы разберетесь, будет понятно, что все на своих местах, все очень удобно. Но, честно говоря, мне, например, на этот приемник КВ прослушивать, конечно, крайне не нравится, я практически этим никогда не занимаюсь. Свой вот этот экземпляр приемника я приобрел новым в 2006 году, уже прошло 14 лет с момента его покупки. В основном все это время он у меня, к сожалению, пролежал на полке, не лежит душа, как говорится, у меня именно к этому приемнику. Вообще приемники AOR мне нравятся многие модели, но вот не 8200 и не 8600 почему-то они у меня как-то не прижились. И вот этот приемник практически все время пролежал, немножко я им пользовался, но в основном он лежал дома. Кнопок и органов управления очень много. С одной стороны это хорошо, то что можно оперативно сделать все, что вам нужно. Не нужно искать где-то в меню нужные функции, а сразу нажали нужные кнопки и включили. Вот этот четырехпозиционный джойстик на боковой стенке, он в режиме VFO позволяет шагать как с установленным шагом, если мы нажимаем кнопочки вверх-вниз, так и с шагом в 10 раз большим. Например, если у нас шаг стоит 100 Гц для КВ, то нажимая вверх-вниз мы перемещаемся с шагом 100 Гц, а нажимая влево-вправо мы перемещаемся сразу с шагом килогерц. Но у КВ то же самое, например, 25 килогерц и 250 будет. То есть можно скакать сразу по большим кускам диапазона. Очень удобно, всего этого очень много, но кнопочки все очень чувствительные. То есть вот эта вот опять-таки четырехпозиционная кнопка, если на нее чуть-чуть дотронуться, она сразу нажмется. Валкодер этот тоже очень-очень не то что хрупкий, но он очень чувствительный, очень нежный. И тоже любое прикосновение к нему приемник перестраивается. И положить его куда-то в карман, не включив блокировку, невозможно этот приемник. Или если его случайно взять, вот так вот не глядя схватить со стола или откуда-то, то можно запросто нажать опять какие-то кнопки и режимы в нем собьются. Понятно, что это ничего страшного, но просто немножко неудобно. Может быть поэтому тоже я им почти не пользовался, а пользовался какой-то другой техникой. В основном более специализированной. Для КВ кратковолновыми радиостанциями или приемниками, для УКВ УКВшными. Потребление питания значительно у этого приемника. И аккумуляторов хватает всего на несколько часов. Это тоже неудобно, но с другой стороны это плата за такие широкие возможности, за такой широкий диапазон. Понятно, что в наше время, сейчас, в 2020 году, приемник с такими параметрами уже был бы построен по другой архитектуре, с цифровыми какими-то обработками, с СДР, может быть с меньшим количеством преобразования частоты и так далее. И появились современные синтезаторы частоты, более удобные, чем те, которые использовались в конце 90-х и установленные в этом приемнике. Может быть, был он лучших параметров, чем этот приемник. Но для своего времени этот приемник очень неплохой был. Корпус этого приемника выглядит достаточно хлипким, и если его вот так вот мять в руках, то слышно, как он хрустит. Но, как ни странно, вот этот приемник свои 14 лет прожил как-то у меня. Нигде он не треснул, нигде ничто от него не отломилось, не повредилось. Да, конечно, мало я его использовал, но всё равно, если присмотреться, видно много на нём потертостей. Куда-то я его носил, возил, и ничего плохого с ним так и не случилось. Вообще, широкополосные связные приемники бывают очень разные. Их много в продаже и на рынке существует. Это отдельная тема. Есть не только радиостанции, но и приемники. Просто они не так популярны, может быть, среди российских радиолюбителей. Попытаюсь, может быть, в своих видео рассказать вам ещё о некоторых приемниках в дальнейшем. Пока вот начал с этого приемника АОР-8200 МК-3. Спасибо, что смотрели это видео. Работайте в эфире, слушайте эфир с помощью разных приемников. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, в Facebook. Здесь был Алексей Игонин. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok